Здравствуйте, дорогие зрители! Есть такой объект современной науки, объект, который никто никогда не регистрировал, некая такая темная материя. Вот этот термин темная материя, он появился достаточно давно, наверное, почти 90 лет тому назад, и, ну, наверное, ввел его, можно сказать, был он, появился в результате работы астронома Цвитки. Цвитки – это такой болгарин, немножко швейцарец, немножко американец, вот такой вот человек. Он наблюдал движение звезд в одной из галактик. И он решил, что что-то на периферии, звезды движутся слишком быстро, с чем им положено быть. Массу галактики в то время он оценивал по ее светимости. Что, дескать, вот все светящиеся звезды – это и есть ее масса. И вот, значит, скорость движения показалась слишком большой. Скорость движения, ну вот оно, движение по орбите, да, вот, V квадрат делить на R. Это ускорение, центростремительное ускорение, оно обусловлено притяжением всего, что внутри находится. А внутри что находится? Значит, гравитационная постоянная, тут, значит, R квадрат, и масса всего, что находится внутри орбиты этой звезды, да, вот оно. Это вот ускорение свободного падения. Ну, получалось, такой концепт получался очень интересный, что слишком большая масса там должна быть. Вот с этого все и началось. Вообще, сейчас выяснилось следующее, что на самом деле скорость в галактике, в зависимости от расстояния от центра, ведется себя примерно следующим образом. Здесь какой-то небольшой пик, примерно 220 километров в секунду, а потом это везде, и где Солнце тоже, в районе 200 километров в секунду. Вот такая скорость. На достаточно большом протяжении. Что говорит об этом наша наука? Ну, вот давайте попробуем сейчас восстановить эту идею по, ну, скажем, исходя из концепции здравого смысла, да, из небесной механики Ньютона. Значит, галактика представляет из себя, значит, в центре есть некая массивная черная дыра, а тут диск. Диск, причем диск такой, ну, скажем так, двухслойный. Центральная часть его достаточно узкая, но тяжелая, раз в 10 тяжелее, чем все остальное, а тут диск пошире, да, вот так вот он пошире. Размер галактики, значит, сотни миллионов световых лет, а толщина, ну, как вам сказать, вот эта вот толстая часть, тысячи световых лет, его толщина, а вот эта вот, четыре тысячи световых лет, ну, всего-навсего, а тут миллион, ну, то есть это практически диск. Вот давайте рассмотрим тело, которое здесь есть, знаешь, солнышко-звезда, она движется вот как-то так вот по кругу, да, ну, нехорошо и нарисовал, это попытка изображить в акционометре, то есть она вот так вот движется, вот в этой плоскости. Значит, о, формула тоже готова, есть, да, и должно оказаться в этой формуле, что радиус не зависит, то есть скорость не зависит от радиуса, правда? Сюда входит замечательная величина, масса. Да, вот с массой мы сейчас поработаем. Значит, масса этого диска, что из себя представляет? Это значит, нужно проинтегрировать, проинтегрировать весь диск внутри вот этого вот орбиты. Ну, вот я сейчас нарисую этот вид сверху, вот он диск, вот он центр, и вот мы движемся по этой орбите. Все, что за пределами орбиты находится, это на нас не действует, то есть оно притягивает, вот здесь есть элемент, он сюда нас тянет, а тут есть элемент, он сюда нас тянет, да, и в результате вот, когда вы находитесь в центре Земли, там невесомость, да, потому что тянет во все стороны, а вам-то нет ничего, да, то есть спускаясь внутрь Земли в толщу, он скорее на свободное падение убывает. Вот, вот потому что, значит, под ним все меньше и меньше, значит, массы находится. Вот, так вот, давайте посмотрим, что же у нас тут есть такое. Значит, ну, давайте введем такое понятие, плотность, плотность вещества в галактике. Ро от Р оно будет зависеть, естественно, а Р это расстояние от центра. Толщина галактики, толщина этого диска, ну, наверное, она тоже зависит от Р. Вот она, такая функция, Ф от Р, некая функция, вот произведение двух этих величин. Надо нам посчитать все, что находится внутри диска. Интегрировать будем. Значит, масса, это интеграл от нуля до Р, так, вот этой вот функции, да, Ф от Р, так, и умножить на вот маленький такой кольцевой слой, да, вот это вот ДР, да, вот, ну, а длина этого кольцевого слова 2ПР на ДР. Пожалуйста, вот и все. Вот, и это должно оказаться, должно оказаться пропорционально, сейчас посчитаем чему. Значит, ну, давайте вот сюда подставимся. Значит, В квадрат, скорость которой не должна зависеть от радиуса. Как это должно выглядеть? Значит, Ж, так, единица делить на Р, тут оно есть. Интеграл от нуля до Р, а под интегралом, значит, 2П, ну, давайте я 2П сюда вынесу, 2П, Ф от Р на Р на ДР. И вот этот вот интеграл должен быть пропорционален букве такой, Р. То есть он какая-то константа умножить на Р. Как же должна выглядеть вот эта вот зависимость? Зависимость, собственно говоря, плотности звезд в зависимости от расстояния от центра. Значит, наука нам говорит, что плотность звезд, она убывает от центра, и убывает, ну, наверное, экспоненциально. Функция такая экспонента. Вот, вот экспонента. Е в степени, ну, что это будет у нас называться? Минус альфа Р. Вот так, вот, вот так она убывает. А тут, значит, какая-то исходная плотность, там, А. А как убывает гипербола? А гипербола убывает вот как-то так. И, в принципе говоря, вот в этой области, за пределами центра, она так себя ведет. Видите, вот тут в центре немножко не так. А тут все себя ведет вот на некотором расстоянии, почти как она, как экспонент. И вот если мы здесь ведем некую гиперболу, да, вот она, К делить на Р. Как будет выглядеть этот интеграл? Он будет выглядеть как К умножить на Р. И что же у нас получается? Да, вот, значит, вот это наше Г, 2П делить на Р. И вот она первообразная отсюда будет, если мы это, вот это вот все обозначим, как К делить на Р, вот, К делить на Р. Это у нас получится интеграл от К на ДР, от нуля до Р. Ну вот, мы имеем Ж на 2П К. Ну, а Р, естественно, сократится. Так что, как видите, оказывается, скорость-то будет, действительно, постоянно, практически. Это вполне себе соответствует тому распределению, которое есть, известно. Но вот почему-то, вот я не знаю, я не склонен считать теорию заговора это, но в науке, вы знаете, есть увлечение. Вот что-нибудь такое вот ищут, вот сейчас найдут, это так здорово. И причем, это ведь заражает и власть имущих, тех, кого обычно называют словом из трех букв, ЛПР, лицо, принимающее решение. А ведь лицо, принимающее решение, как думает? А вот исследования в этой области ведутся и за океаном, и за китайской стеной. А нельзя ли будет эту темную материю вооружить? Ну, говорит, мы не знаем вообще, что такое темная материя? Вполне возможно, что она будет, например, источником энергии, а может быть, она спасет нас от каких-то болезней, или может быть, станет действительно ужасным оружием. Да, в этом надо бы разобраться. Ну, конечно, вот это да, в этом надо бы разобраться, впоследствии звучат от того, насколько ЛПР располагает, простите меня, материальной частью, да, материи, да. Как говорил мой начальник лаборатории, материя первична. Это всегда он имел в виду вот это, да, говорит, материя первична. Вот, вот такие дела. Вот, поняли, да? То есть, в принципе говоря, больших, так сказать, доказательств существования этой материи-то особенно нет. У нас, например, во Вселенной в каждом кубическом, по-моему, сантиметре находится 500 фотонов от того самого реликтового излучения, которое возникло в момент рекомбинации плазмы. Ну, вот надо сказать, что если каждый фотон возник в результате или комбинации одного протона и электрона, да, пары вот этой, то большой перебор. Во Вселенной нет столько материи, что 500 атомов водорода на кубический сантиметр. Гораздо меньше. На порядке. Так что тут ничего мы не откопаем, не найдем. Вполне вероятно, что значительная часть энергии, нагревшей ту рекомбинировавшую плазму, была связана еще с аннигиляцией вещества, антивещества, которые, безусловно, возникли в самом начале. И, кстати говоря, никто же не запрещает тогда образовываться черным дыром, да, никто не запрещает. Возможно, они образовались, и дожили до наших дней. Во всяком случае, об этом говорит нам наблюдение последних космических телескопов, или как теперь, правильно говорить, крайние, крайние. В Академии наук теперь новый президент говорит крайний, голосуем, крайний вопрос в повестке дня. Вот, значит, крайние наблюдения космических телескопов говорят, что на самых ранних стадиях Вселенной были уже большие черные дыры, вокруг которых вот образовывались спиральные галактики. Да, вот такой вот факт там привели нам на лицо, да, было такое дело. А потом еще тоже не забывайте, вот есть такие, большинство звезд, это красные карлики. Их гораздо больше, чем всех остальных звезд. Вот внимательно слушайте. Все красные карлики, какие нет, какие есть, обладают так называемой большой металличностью. Что это слово ученые означает, большая металличность? Это значит, что в них большое, большее, чем в других звездах, содержание лития. Лития, это третий элемент таблицы Менделеева, металл, все, что тяжелее водорода и гелия, вот в этих астрономов, которые изучают звезды, называют металлами, вот она, большая металличность. Почему это важно? Дело в том, что, получается, что эти красные карлики сформировались в гораздо более поздние времена, чем появились звезды-гиганты, взорвавшиеся и разбросавшие по вселенной вот этот самый литий. А эти звезды могли появиться, только загореться, только если в их материале исходном был литий. литий способствует началу термоядерных реакций, да, снижая вот этот протон-протонный цикл, стартует в наличии лития при несколько меньших температурах, да, вот, а в этих звездах потихонечку-потихонечку генерируется гелий из водорода, вот, вот так вот процесс идет, ну, благодаря тому, что в них есть литий, а те звезды, что в первый момент времени образовались, мы их не видим, они так, они так и не стали красными карликами, в них не идет термоядерная реакция, они даже не удостоились звания коричневой карлики, простите меня, коричневые карлики, они, ну, недостаточно горячи, чтобы светиться, да, они такие тепленькие, да, ну, вот такой вот объект существует, коричневые карлики, ну, куда их спишешь, есть они, более того, замечательные спутники, которые занимаются измерением угловых положений звезд на небе, они зафиксировали то, что иногда получу зрение, вот, между земным спутником и звездой, рядом с ним проходит темное тело, гравитирующее, которое искривляет луч света, таких, это, значит, такие несветящиеся тела, которые находятся вот между землей, ну, между орбитой вокруг Земли и этим объектом, этой звездой, про которую координаты меряет спутник, вот, но они достаточно близки к нам, то есть первые десятки световых лет, и таких объектов уже найдено несколько десятков, это что, значит, случайно на линию визирования в момент измерения попала планета, значит, они толкутся там толпой, а это нужно очень точное измерение, эти точные измерения с Земли не проводятся, глазом вы не увидите, это миллионные доли угловой секунды, угловая секунда 1,3600 градуса, вот, так что я очень, вот на этом основывается мой скептицизм, темная материя и темная энергия очень популярны у специалистов по общей теории относительности, им там нужно как-то вот для себя понять, визуализировать, помните, моего собеседника всегдашнего, так сказать, Теряева, доктор наук, физик-теоретик, он квантовой механикой занимается, и у него, вот, чтобы душа была спокойна, он мыслит так, что существуют мультивселенные, вот каждый момент времени, какой момент, не знаю, вселенные расщепляются, каждый электрончик может полететь налево, может направо, может вверх, может вниз, и в каждой вселенной это все происходит в разных комбинациях, какое-то огромное количество вселенных сейчас существует, в которых все немножко по-другому идет, да, называть параллельные вселенные, попасть туда невозможно, а как доказать, что они существуют, а никак, ну просто, я так вижу, как художник, ну вот так, как художник, физики-теоретики видят, значит, вот, Теряев видит мультивселенные, а те, кто занимается общей теоретой относительности, видят темную материю, темную энергию, вот и все. Не забудьте подписаться на мой канал и поддержать меня материально, внизу есть все необходимые реквизиты, более того, имеет место быть, имеет место быть, значит, бусти, где можно подписаться на мои лекции, в том числе для поступающих в вузы по математике и физике, где где кто готовится, и можете еще донатить мне через Donation Alerts, через эти два канала оказывается, можно деньги слать даже из-за рубежа. Всего доброго, до свидания, всех вам благ, жду новых финансовых поступлений от вас, ну и новых новостей в науке ждем. Субтитры создавал DimaTorzok